В Рязани большое торжество. Сегодня начинает свою работу областная сельскохозяйственная промышленная и строительная выставка, писала 27 октября 1955 года Преокская Правда. Рязанскую ВДНХ возвели в рекордные сроки. Начали строить 20 августа 1955 года, а уже к концу октября все было готово. На территории выставки разбили аллеи, посадили декоративные кустарники и многолетние деревья. Установили скульптуры и фонтаны. Были проведены большие работы по осушению болотистой местности. Создана целая сеть подземных каналов. В пониженных местах подсыпан грунт. Было сооружено 22 павильона, множество торговых киосков, ресторан, два животноводческих помещения, бассейн, пожарные депо. Общая площадь благоустроенной территории составила 9,6 гектаров. В марте 1959 года помещение выставки было решено использовать для улучшения обслуживания в сфере торговли и общественного питания. Рязанская ВДНХ превратилась в торговый городок. В павильонах выставки открылись 19 магазинов с одеждой, обувью, парфюмерией, книгами, хостоварами, строительными материалами. Кстати, в 1961-1962 годах в этих помещениях располагался детский летний лагерь. По воспоминаниям жителей Рязани, торговый городок был необычайно красивым местом для отдыха. Люди со всего города приезжали сюда приобрести качественные товары и просто погулять. Начиная с 70-х годов, торговая деятельность городка постепенно угасала. К 2010-м годам часть комплекса превратилась в заросшие руины. В 2016-м году использовалось только 4-5 павильонов из всей выставки. На сайте Рязанского торгового городка tgdefiserzm.ru опубликована концепция развития комплекса. По проекту заявлено сделать из депрессивной территории место репрезентации актуального фермерства и сельского хозяйства Рязанской области. Также торговый городок планируется стать востребованным общественным пространством и точкой притяжения для туристов.